Данное видео не призывает к насилию. В видео показывается внутреннее строение мумифицированной морской черепахи исключительно в научных целях. Сегодня мы распаковываем одну из самых необычных посылок. На почте я получил вот такой пенопластовый бокс, в котором находилась мумифицированная морская черепаха. И я купил эту черепаху через сайт объявлений. Когда я рассматривал эту черепаху, у меня возник вопрос, что может находиться внутри таких мумифицированных животных. Еще таких животных называют чучело. Чаще всего чучело делают из мертвых животных или птиц. Но к сожалению, часто люди убивают животных ради того, чтобы сделать из них трофейное чучело. Некоторые охотники считают чучело убитых животных украшением их дома, чтобы потом показывать своим друзьям эти трофеи. Я считаю это неправильным. Ведь как можно думать, что мертвые животные могут быть украшением или частью декора? Если присмотреться на эту мумифицированную черепаху, выглядит она ужасно. Мне она напоминает реальную мумию. Я понюхал эту черепаху и запах мне напоминает полуразложившуюся плоть, которую пропитывали формалином. До вскрытия этого чучела запах у него не резкий и едва заметный. Кстати, я знаю, что вы очень хотите новое видео про кардицепт. Если вам интересно увидеть первыми, что же случилось с муравьями после того, как они съели зараженного таракана, советую подписаться на наш телеграм-канал. Скоро я там покажу видео, в котором вы все сами увидите. Ссылку на наш телеграм-канал я оставлю в описании под этим видео и в закрепленном комментарии. Перед тем, как я вскрою это чучело, я решил рассмотреть его при помощи карманного микроскопа. Я не знаю, из чего сделаны глаза для этой черепахи, но я думаю, что это искусственные стеклянные или пластиковые шары. Клюв этой черепахи кажется острым. Морские черепахи питаются моллюсками, ракопразными, рыбой и водорослями. Нижняя челюсть клюва имеет сходство с зубьями пилы, а верхняя челюсть гладкая. Принцип работы такой челюсти чем-то схож с ножницами. Тело черепахи покрыто кожей и частично чешуйками. Ну а вместо ног у этой черепахи ласты. Передние ласты более развитые, чем задние. Благодаря этим ластам в воде черепаха может развить скорость в 35 км в час. Цвет у этого чучела не выглядит натуральным. Живая черепаха выглядит очень красивой, чего я не могу сказать про эту мумифицированную особь. Я решил взвесить чучело черепахи, чтобы узнать его вес в сухом виде. Вес составляет 638 грамм. Живая черепаха размером 100 см может весить до 100 кг. Чучело этой черепахи имеет размер в 40 см. Значит, предположительно, эта черепаха могла весить при жизни до 40 кг. Перед тем, как делать вскрытие этого чучела, я делаю разметку маркером вдоль всего тела черепахи, стараясь это делать по центру. С нижней стороны провожу такую же линию. Кстати, как раз на животе черепахи заметны следы вскрытия, которые неаккуратно замазаны какой-то пастой. Тело этой черепахи сильно высохло, по твердости напоминает камень. Поэтому мной было принято решение пилить ее дисковой пилой. Все работы я делал в респираторе. Дисковая пила не дала результата, как только я стал пилить панцирь. Поэтому я решил пилить панцирь пилкой по металлу. И вот, наконец, долгожданный момент. Когда я раскрыл черепаху, там я увидел металлическую проволоку и очень много какой-то ваты. Я думаю, что вата нужна, чтобы впитывать влагу. И скорее всего, эта вата была предварительно обработана каким-то раствором, а затем высушена. Это необходимо, чтобы внутри не завелся грибок. Запах у этой черепахи был не из приятных и немного усилился. Ваты внутри панциря оказалось очень много, а проволока была в лапах и в шее черепахи. Я думаю, это для поддержания природного положения лап и головы. То, что я увидел дальше, меня очень сильно удивило. Я даже не понимаю, для чего это делается. В панцире черепахи был какой-то мешочек. Сначала я подумал, что там какие-то металлические шайбы. И подумал, что может так хотели увеличить вес этого чучела. Или сделать какой-то баланс. Но в мешочке, когда я его открыл, оказались монеты какой-то страны. Кстати, кто знает, что это за монеты? И для чего эти монеты кладут в панцирь чучело черепахи? Для меня теперь это похоже на какой-то обряд. Но в интернете я не нашел ничего подобного. Обязательно напишите ваши версии в комментарии под видео. Мне очень интересно разобраться в этом вопросе. Надеюсь, это не какое-то проклятие, а то становится как-то жутковато. На мое мнение, возможно, это какой-то обряд на богатство. Ведь именно деньги были вложены в панцирь черепахи, который может символизировать дом. А значит, это деньги в доме. А еще, я хотел бы купить другие чучела, чтобы также раскрыть и посмотреть, что может находиться внутри них. Как думаете, это хорошая идея? Если вы хотите такие видео, мне обязательно нужна ваша поддержка. Поэтому напишите рандомный комментарий и обязательно поставьте лайк на это видео, когда его досмотрите. А вот так выглядит чучело черепахи в разрезе. Это необычное зрелище. Такого я никогда ранее не видел. И благодаря такому разрезу можно очень хорошо изучить внутреннее строение морской черепахи. Кстати, панцирь черепахи не является отдельной ее частью. Кожа черепахи соединена с панцирем. И это все является единым целым. Еще очень хорошо видно внутреннее строение черепа черепахи. На мое удивление, срез получился практически идеальным. Обязательно поставьте лайк на это видео, если хотите продолжения. Если вам было интересно, поддержите рандомным комментарием и не забудьте про телеграм-канал.